Библейский портал экзегет.ру представляет Досточтимые друзья, братья и сестры, мы продолжаем наше занятие по Евангелию от Луки, и сегодня мы приступаем к чтению 22 главы. Она начинается словами, приближался праздник опресноков, называемый Пасхой. Ефимий Зигабен в своем толковании на Евангелие от Луки пишет, праздник Пасхи назывался и праздником опресноков, поскольку на Пасху вкушали с мясом агнца и опресники. И в конце концов, поскольку они прежде всего вкушали опресники, то Пасху именовали опресноками. Праздником же опресноков в собственном смысле был другой, после праздника Пасхи, о котором пространнее сказано в Евангелии от Матфея. В первый день опресночные приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, где велишь нам приготовить тебе Пасху. Пасха – это был праздник в память об исходе из египетского рабства, и евреи очень торжественно отмечали этот праздник, потому что это был праздник их освобождения от власти фараона, от порабощения и угнетения, так как над ними витала угроза смерти со стороны язычников, но рукою крепкою, мышцею простертой, и Господь вывел их из египетского рабства и даровал им освобождение. Почему они кушали именно опресноке в течение Седмицы, начиная с пасхальной трапезы? А потому что, когда евреи выходили из Египта, они выходили очень поспешно, и не было возможности, чтобы вскисло тесто, и они в пустыне готовили опресноке. Это было легче. И праздник опресноков, он предоставлял возможность для их потомков как бы переживать эту ситуацию, как бы переживать эту ситуацию вновь и вновь, как будто бы они вместе со своими родителями тоже совершают некий исход из Египта греха. Египет – это образ языческой оккультной цивилизации, точно так же, как и Вавилон, поэтому это не только собственные имена и наименования, но это также есть нарицание некое. В контексте Нового Завета иногда мы встречаем, что Иерусалим называется Египтом, совершенно неожиданно, в чем Египтом и Содомом сказано. Египет и Содом, где Господь наш распят. Ну, очевидно, что Господь распят в Иерусалиме, но вот по грехам людей того времени можно было сказать, что это и Египет, и Содом одновременно. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить Его, потому что боялись народа. Что значит «искали»? Им надо было найти такую ситуацию, когда Христос будет в невидимости народных масс, когда Его можно будет схватить, не опасаясь, что толпа вступится за Него. Собственно, предательство Иуда заключалось в том, что он должен был указать место, где Христос будет с незначительным количеством своих учеников и не будет никакого скопления народа, чтобы храмовые стражи смогли бы его арестовать. Ефимий Загобен пишет, «Искали как бы погубить Его, очевидно, тайно, или отыскав удобный случай, потому что они боялись народа, чтобы погубить Его открыто или не ища повода». И мы читаем третий стих. «Вошел же Сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12». Конечно, сразу возникает вопрос, а как Сатана может войти в человека, и может ли Сатана войти в каждого человека. При попущении Божьем любой человек может оказаться бесноватым. Мы знаем, что служка Серафима Саровского, Матавилов был бесноватым в течение значительного времени. Но бесноватость – это одержимость каким-то бесам, а здесь речь идет о самом Сатане. Вошел же Сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И мы посмотрим, что пишет святитель Иоанн Златоуст. «Итак, смотри, как смешно, как тягостно видеть, что тот, то есть Сатана, кто дан нам на попрание, становится выше головы нашей». Когда Сатана был дан нам на попрание, когда было сказано, что он будет ползать на брюхе, а мы будем поражать его в голову. Как же бывает это? То есть в каком же случае он может войти в нас? Становится выше головы нашей. Златоуст спрашивает. Как же бывает это? От нас самих зависит. Если мы хотим, то он бывает велик над нами, а если хотим, бывает мал для нас. Если мы внимательно к себе и находимся вместе с Царем нашим, то есть со Христом, то он, то есть Сатана, умоляется, и в борьбе с нами бывает не сильнее малого детятия. А когда мы отдаляемся от Царя своего, то есть от Христа, а когда мы удаляемся от Христа? Когда мы грешим. Поэтому человек может оказаться в состоянии одержимости от дьявола именно из-за нераскаянности в собственных грехах. А когда мы отдаляемся от Царя своего, тогда дьявол весьма надмивается, рыкает, искрежещет зубами, заметив, что мы лишились великой помощи, так как он не приближается, доколе не допустит Бог. Если дьявол не осмелился без позволения Божия войти в стадо свиное, то тем более в души человеческие. «Попускает же Бог или для вразумления, или для наказания, или для большего испытания, как было с Иовом. Помнишь ли ты, что дьявол не приступал к нему, Иову, даже не смел приблизиться, но боялся и трепетал его? Но что я говорю об Иове? И к Иуде, приступая, дьявол не смог совершенно овладеть им и войти в него, доколе Христос не отлучил его, Иуду, от священного лика. До того времени он подходил к нему, к Иуде, ото вне, а внутрь войти не смел. Когда же увидел, что он отлучен от священного стада, то напал на него дьявол, лютея всякого волка, и до тех пор не отстал, пока не умертвил его сугубой смертью». Это написано для нашего назидания. Какая, однако же, прибыль знать, что один из двенадцати был предатель? «Какая польза, какая выгода? Великая! Узнав, от чего он пошел на такой пагубный совет, мы будем беречься этого, чтобы и с нами не случилось того же. От чего же он пошел на это? От сребролюбия». Святитель Иоанн Златоуст показывает нам, что в Иуду дьявол входит через сребролюбие. В кого-то дьявол может войти через блудную страсть, в кого-то через его агрессивность. Любой грех – это открытая дверь для дьявола забраться в нашу душу. Поэтому мы всегда должны спешить исповедовать наши грехи. Ибо если мы этого не будем делать, то эти двери будут открыты, и лукавые, может быстро ворваться в наш город, в град нашей души, если крепостные ворота все раскрыты. И далее мы читаем, «И он, то есть Иуда, пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его, то есть Христа, предать им». Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. То есть предательство и заключалось в том, что он должен был назвать время и место, где Христос будет находиться не при народе, а с небольшой группой своих учеников. Таким местом окажется Гефсиманский сад, где Христос будет с небольшим количеством учеников, и это будет ночью, и такой арест его пройдет очень быстро. «Настал же день опресноков, который надлежало заколать пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Что значит приготовить нам есть Пасху? Это речь идет о иудейской Пасхе, не о христианской Пасхе. Иудейская Пасха начиналась с того, что заколали агнца, и его готовили к пасхальному столу. Его готовили с горькими травами, потому что горькие травы должны были напоминать евреям, как им было горько и тяжело в египетском рабстве. Но прежде чем делать пасхальный стол, кстати, Пасха у евреев – это самый великий праздник, но это не общественное богослужение, это домашний семейный праздник, когда в ночь они собирались и вспоминали, как в эту же ночь ангел смерти шел от одного дома к другому, умерщвлял первенца в каждом доме, а в дом евреев не заходил, потому что косяки еврейских домов были помазаны кровью именно пасхального агнца. приготовить пасху тогда означало уничтожить весь хамец, то есть кислый хлеб, который уничтожался, чтобы в доме ничего такого не было, потому что хамец, кислый хлеб, в понимании верующих того времени, это все, что бродит из-за какой-то закваски, а закваска – это образ какого-то греха, какой-то дурной склонности. Помните, Христос предупреждает учеников, берегитесь закваски там фарисейской, закваски садукейской, закваски иродовой, и хамец уничтожался, кислый хлеб в доме, и даже читалась специальная молитва на уничтожение хамец, и чтобы она была не напрасной, когда читалась эта молитва со свечой в руках, потом надо было пройти, осмотреть все со свечой в руках, то даже хамец клали в угол, чтобы молитва не была напрасной, а если еще находили что-то, все это выметали, выбрасывали, чтобы дома не было никакого хамец. Правда, еврей имел право весь свой хамец собрать в какой-нибудь сундук, запереть, и продать ритуальным образом какому-нибудь нееврею. а тот давал как бы задаток, ну, какую-то незначительную монетку, и обговаривали, что если он там через две недели не выкупит, то этот хамец вернется к еврею. Это такая игра была. Договаривались там с соседями-язычниками, шаби-изгоями, и на время дней опресников еврей становился хранителем чужого хамеца. Это свой не займеть, а вот чужой они как бы так держали. А потом, когда язычник не выкупал этот хамец, они объявляли его своим. Ну, такая была вот игра. Итак, Господь говорит, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вашим в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. Мы видим, что Пасху ели не в храме, а именно в комнате, то есть в обычном жилом помещении. И он, то есть хозяин, покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте. Обычно готовили, как я уже сказал, это запеченное мясо, ягненка, обязательно на кости, такое было условие, и обязательно горькие травы, лук, чеснок, и они должны были все это есть, пока слезы не потекут из глаз, чтобы вспомнить, как тяжело было их предкам в египетском рабстве. причем делался еще соляной раствор, и в него именно макали хлеб. Помните, как Христос говорит, кто со мной макнет, хлеб, то есть опреснок, тот и есть предатель. Этот раствор должен был напоминать слезы еврейских младенцев, которые бросали в воды Нила, которых топили. На край стола ставился бокал с вином для пророка Ильи, имелось в виду, что если пророк Илья придет, он может зайти, сесть, для него место оставалось пустым, выпить вина, там сказать, лыхаем, и продолжить пасхальный седр вместе с этими людьми. А пресный хлеб или мацу клали тремя стопками в честь евреев трех социальных уровней. В честь богатых, в честь евреев среднего достатка и в честь бедных. Это символизировало, что каждый может прийти и богатый, и среднего достатка, и бедный и сесть за этот стол. В эту ночь никогда евреи не закрывают двери своего жилища, потому что иначе пророк Илья подергает, подергает дверь и уйдет куда-то еще. А ожидание пророка Ильи для них это очень такой важный момент, потому что он связан с пришествием Мащиаха, Мессии, Христа. И в случае со Христом функция Ильи выполняет Иоанн Креститель. Он предваряет пришествие Христа, и как Христос говорил, если хотите, он есть Илья. И в том смысле, что это какая-то реинкарнация Ильи, а в том смысле, что он был в духе пророка Ильи. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. То есть, они уничтожили весь Хамец, они накрыли стол, но это был, конечно, не стол. Вот когда мы видим икону Тайной вечери, это такое европейское видение этой трапезы, все делалось на полу. Стол, это буквально на несколько сантиметров приподнятая площадка, а так они возлежали. Причем, самый младший должен был возлежать рядом с самым старшим. Самым старшим считался Христос, не потому, что он был старше по возрасту, а он был цадик, праведник и учитель, раф, рэбби, как в Новом Завете христианском называется, равуни. И младший по порядку пасхального седора должен был задавать ему вопросы, так прописано в Моисеевом законе, что это у нас тут происходит, и Христос должен был отвечать, вот, мышцы крепкой, рукой простертой, Бог вывел нас из Египта и так далее. Самый младший был Иоанн Богослов, поэтому он находится рядом с Иисусом Христом, а в обычной семейной ситуации это отец семейства возглавляет стол, а младший сын в семье, мальчик, задает вопросы, и отец на них отвечает. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним, то есть они не сели за стулья, это такая фантазия средневековая, они именно возлежали, возлежали на левой руке чаще, на левом боку, чтобы правой рукой брать пищу, на этот стол ставили вино и пили несколько чаш, и посреди стола было блюдечко, когда пили вино, и когда особенно читали 10 казней египетских, то всякий раз макали там ложку или палец в вино и в это блюдечко стрясали. Этим самым евреи как бы говорили, мы не злорадствуем, что египтяне потонули, это воля Бога, Бог послал им эти казни, и мы как бы это вино вот этим египтянам даем. То есть такой был момент, с чем связано такое отношение к египтянам, которые были очень-таки жестокие люди на самом деле. Это оккультная языческая цивилизация Египет. Это связано с очень древним медрошом о том, что когда Моисей увидел, что египтяне потонули, и их трупы стали всплывать на поверхность, он стал прыгать от радости, хлопать в ладоши, и вдруг услышал с неба голос Бога, и Бог сказал, Моше, Моше, что ты радуешься? это мои дети потонули. То есть для Бога оказывается все люди это его дети, и удивительно конечно, что в еврейской традиции сохранился такой медраж, скажем так, немножко антисионистский, где Господь провозглашает, что все народы, все племена это его дети. Поэтому евреям запрещено злорадствовать, в эту ночь, а просто они воспринимают это так, как оно было. И далее мы читаем, и когда настал час, он возлег и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания. Христианская Пасха как апостол Павел пишет, Пасха наша это Христос закланный за нас. Таким образом происходит как бы встреча в Ветхозаветной Пасхе с Новозаветной. Ветхозаветная Пасха является прообразом Новозаветной. Как Моисей вывел еврейский народ из Египта, проведя их сквозь море, так и Христос выводит нас из ада преисподней, он сходил даже в ад, из состояния греха, как евреи проходили сквозь Черное море, чтобы спастись, мы, чтобы спастись, проходим через воду Святого Крещения. Таким образом, устанавливаем, что события Ветхого Завета – это икона событий Нового Завета, образы и прообразы. Итак, Христос говорит, «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу, и, благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб, и, благодарив, преломил, и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание». В Евангелии от Луки немножко меняется порядок, в других Евангелиях говорится, что сначала он взял хлеб, благословил, сказал, что сие из тела его, потом он взял чашу с вином, благословил и сказал, сие есть кровь моя. На самом деле это не противоречие, это просто евангелист Лука акцент ставит прежде всего на крови Сына Божия, потому что сказано, что кровь Иисуса Христа она очищает нас от всякого греха. «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание». И мы это творим в его воспоминания. И он сказал, что творить эту службу надо до его второго пришествия. Он открыл это апостолу Павлу, что мы должны совершать эту службу, доколи Христос не придет. Значит, будет на земле последняя литургия перед пришествием Христовым, и будут последние причастники, и потом встреча со Христом в его втором пришествии. Сила причастия столь велика, что в понимании некоторых отцов благо будущей вечной жизни, они как бы сравнимы с тем, что мы получаем причастие. И некоторые говорили, что вечной жизнью, уже пребывая в общении со Христом, наслаждаясь божественным светом, мы будем с некой ностальгией вспоминать каждое причастие. Потому что даже ангелы не могут причащаться, хотя не могут преподавать святые дары, такие случаи описаны в житийной литературе. То есть Господь каким-то образом уравнял эту нашу жизнь, имея в виду спасительные таинства, которые нам преподаются и будущая жизнь. То есть мы становимся причастниками вечной жизни, вот именно тогда, когда в этой земной временной жизни мы прочищаемся тела и крови. Также и чашу после вечеря, говоря, сия чаши есть новый завет моей крови, который за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. Вот это некий такой сложный экзогетический парадокс. с с одной стороны, как бы это все было предопределено заранее, с другой стороны, была некая необходимость, чтобы все произошло так, как оно произошло. Поэтому и сказано, впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. имеется в виду, что так как природа Бога неограничена временем и пространством, всеведение Божие, оно уже объемлет и наше прошлое, наше будущее, и он есть господин времени и пространства, никак не ограниченный ни временем, ни пространством. И это действительно все предназначено, но июда поступает во времени и в пространстве, то есть он не лишен возможности проявить свою свободную волю, и в принципе он мог бы уклониться от путей зла, если бы сам имел бы такое намерение, тем более, что церковная традиция учит, что борьба за июду продолжалась до самого гибели, потому что когда он хотел повеситься, дерево наклонилось, ему пришлось подогнуть коленки, так он повис. И когда Христос говорит, что за столом есть предатель, и они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает? Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться больше. Их спор, когда они спрашивали друг друга, кто бы из них был, который это сделает, на самом деле это был демарш такой гордыни. Не только Петр говорил, все отрекутся, я не отрекусь, в других Евангелиях сказано, и прочие так же говорили. Это был такой демарш гордыни, самомнение. И здесь дается напоминание, и они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает? Это одно, а дальше был же и спор между ними, кто из них должен почитаться больше. На самом деле этот спор начался ранее, еще до прихода в Иерусалим, но Лука припоминает это обстоятельство, чтобы показать, что они были плотскими людьми, они не были духовными людьми. Апостолы станут святыми в день Святой Пятидесятницы, когда Дух Божий сойдет на них. И между нами тоже бывает спор, кто должен почитаться больше. Кстати, этот спор в 1054 году расколол христианскую церковь на западную и восточную, потому что Константинопольский патриарх считал, что он больше, римский папа считал, что он больше. И это всегда проблема, когда мы начинаем превозноситься один христианин перед другим. И это беда, это настоящая беда. И апостол Павел в послании к Коринфянам, он пишет, и плотские лилевые, если между вами есть споры, когда один говорит, я полосов, другой, я павлов. Это, конечно, проявление плотского состояния. Там, кстати, Павел пишет уже о крещённых христианах, которые были запечатлены Духом Святым. Оказывается, такие проблемы могут касаться и уже состоявшихся в благодати. Итак, что Господь отвечает на этот их спор? Он же сказал им, цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий как служащий. Здесь Христос говорит, что монархическая форма управления для общины христианской жизни совершенно не подходит. Это в миру, там цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются, а мы христиане не так, но кто из нас больший, будь как меньший и начальствующий как служащий. Надо сказать, что только в монашеских общинах удалось вот этот идеал реализовать и туда определенного времени, потом туда тоже стали вползать всякие горделивые настроения, но в целом вот древнее монашество было очень светлым явлением в том смысле, что самый старший действительно был как слуга. Мне рассказывала одна женщина, она американка, приезжала в Россию где-то в 90-х годах и она рассказывала о том, как она встречалась с отцом Серафимом Роза и она рассказывала, что ее сын на летние каникулы переехал жить в общину отца Серафима, а ей написали знакомое письмо, что там очень ужасная обстановка в смысле бытовых условий. Американцы любят, чтобы бытовые условия были на высоте и она поехала с намерением забрать своего сына и гнев имела в сердце отца Серафима Роза. И когда она приехала, она рассказывала, что приехала очень рано, еще было темно и она увидела какой-то монах тащит два ведра с водой и заливает по лесенке забирается и заливает в бак это такой дух на улице потом опять с водой потом пять заливает и она посмотрела на подрясник этого монаха он такой порватый и она решила, что это батрак который батрачит на этого Розы на этого Серафима Розы и каково же было ее удивление когда она узнала что это есть отец Серафим Роз то есть все спали в монастыре ее сын спал в спальном мешке как и другая молодежь а он уже с утра очень рано встал помолился и начал ходить и наливать воду для душа действительно очень важно когда большие среди нас считают себя рабами рабов божьих и реально это осуществляют свои жизни собственно говоря нам всем нечем превозноситься и Господь Иисус Христос который умывал на тайной вечере ноги ученикам он сказал им если я Господь делаю это то и вы должны тоже поступать так же любой который оказывается в начальствующем элементе церкви он должен делать все все для того чтобы помогать другим как я часто говорю священник это человек для других людей а не для себя он должен находить время там готовить беседы там проводить эти беседы он должен готовиться к службе вычитывать молитвы отправлять эту службу он должен стараться посещать своих прихожан по месту жительства там освещать жилье и так далее это все нам заповедовал Христос Ефрем Сирин в своем трактате в подражании притчам пишет иной человек пока не имеет никакой власти оказывается кротким и милостивым то есть если кто не имеет власти он такой может быть кроткий и милостивый потом как скоро получит власть готов уже приказывать и повелевать ничего не разбирая но если отняты у него власть невыносимы для него собственно его постановления он как немудрый не познал своей немощи если все захотим приказывать и начальствовать кто будет подчиненным или повинующимся если все будем желать себе чести кто будет воздавать честь мудрый муж отказывается давать а не получать приказания исполняя заповедь сказавшего кто из вас больше будь как меньше то есть мудрый человек муж отказывается давать приказания а не получать приказания получать приказания он согласен во первых это очень большая ответственность давать какие-то приказания поэтому нормальный духовник это не оракул который за вас все решает это служитель церкви который вместе с вами обсуждает какие-то сложные вопросы в вашей жизни и вместе с вами приходит к какому-то заключению я помню что когда первый раз встретился со своим покойным духовником отцом Дмитрием Дудко он сказал Олег я не буду за тебя все решать мы будем с тобой вместе молиться и обсуждать и приходить к какому-то совместному решению это очень важно и далее мы читаем ибо кто больше возлежащий или служащий говорит Христос не возлежащий ли а я посреди вас как служащий но вы прибыли со мною в напастях моих и я замещеваю вам как замещал мне отец мой царство да идите и пиете за трапезой моею в царстве моем и сядете на престолах судить двенадцать колен израилевых и сказал Господь Симон Симон все сатана просил чтобы сеять вас как пшеницу Симон это Петр апостол Петр а Христос очень часто ставит апостола Петра на вид остальным апостолам и Петр действует от лица остальных апостолов это связано с тем что он был старшего возраста Иоанн Золотауст пишет Действительно чего не сделал бы враг наш дьявол если бы не было Господа с нами послушай что Христос говорит Симону Симон Симон Сесатана просил чтобы сеять вас как пшеницу но я молился о тебе чтобы не оскудела вера твоя этот злой и ненасытный зверь если бы не был непрестанно обуздываем не испроверг бы и расстроил все то есть если бы Господь не контролировал дьявола то он бы все разрушил если он получив некоторую малую власть над блаженным Иовом разрушил дом его до основания исказил его тело привел такие прискорбные события истребил его имение умертвил его детей наполнил плоть его червями вооружил жену против мужа сделал друзей врагами внушил рабам так оскорблять его то не будучи обуздываем различным образом не погубил ли бы он всех действительно если бы Господь не сдерживал силы зла то конечно бы дьявол всех погубил и Христос это показал на примере свиней когда бесы вошли в свиней они сразу сбросили их с крутизной в море и все свиньи погибли этим самым Христос показал а Христос разрешил им войти в свиней чтобы сделали бы бесы и дьявол с нами если бы имели власть но как говорится быдливой корове Бог рогов не дает итак далее Христос говорит но я молился о тебе то есть о Петре чтобы не оскудила вера твоя и ты некогда обратившись а утверди братьев твоих служение Петра это служение римского епископа в церкви Петр был первый римский папа и его служение заключалось в том и служение его приемников чтобы они обеспечивали церковное единство и мы знаем что римские папы времен Златоуста защищали Златоуста от других патриархов и таких примеров за историю много правда когда происходит разделение церквей на западную восточную в 1554 году уже папы римские не принимают участие в жизни восточных патриархатов но тогда это было все очень актуально Златоуст пишет Христос и падение Петра допустил для его же пользы Христос ему сказал прежде чем петух не пропоет это трижды отречешься от меня Господь ему допустил это попустил для его пользы Златоуст продолжает и прежними действиями он Христос хотел вразумить его но так как Петр оставался при своей горячности то хотя он и не довел его и не побудил к тому чтобы он отрекся однако оставил его без помощи чтобы он познал свою немощь то есть Господь не подталкивал его к тому чтобы он отрекся от него но предоставил ему возможность действовать ведь он проявил самоуверенность когда сказал все отрекутся я не отрекусь Златоуст подчеркивает горячность апостола Петра действительно он был очень горячий такой человек у него горячность была на горе Фавор он сказал давайте тут трекусь поставим будем жить здесь как тут отлично на тайном вечере он говорит все отрекутся я не отрекусь а когда видит Христа на берегу уже воскресшего Христа припоясался одежды как спортсмен какой-то бросился в воду поплыл навстречу этот человек в возрасте но он очень горячий пламенеющий я бы даже сказал очень такой импульсивный человек это пример для людей в возрасте как возгревать свою веру и далее мы читаем Христос сказал что ему надлежит быть преданным то есть Христу а Петр говорит будь милостив к себе да не будет этого с тобою ему сделан был упрек но он Петр не вразумился а напротив когда Христос хотел умыть ему ноги опять сказал не умоешь ног моих вовек и теперь когда услышал ты не можешь теперь за мной идти снова говорит если все соблазнятся о тебе я не соблазнюсь привыкнув таким образом противоречить Христу он легко мог бы впасть в гордость а потому-то Христос наконец научает его не противодействовать вот на это и намекает Лука когда говорит что Христос сказал я молился о тебе то есть о Петре чтобы не оскудела вера твоя то есть чтобы ты не погиб окончательно через все это научает его смирению и показывает что человеческое естество само по себе ничто вот такое объяснение святителя Иоанна Златоуста Златоуст очень почитал престол апостола Петра самого Петра он называл князем апостольским и мы читаем 33 стих он отвечал ему то есть Петр отвечает Господи с тобой я готов в темницу и на смерть идти то есть он заявляет что готов на все но он то есть Христос сказал говорю тебе Петр не пропоет петух сегодня как ты трижды отречешься что не знаешь меня и сказал им когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви имели ли вы в чем недостаток они отвечали ни в чем тогда он сказал им но теперь кто имеет мешок тот возьми его так же и суму а у кого нет продай одежду свою и купи меч и сейчас мы посмотрим объяснение святителя Василия Великого это его трактат правила кратко изложенные в вопросах и ответах вопрос 251 почему Господь иногда запрещает носить собою в дороге ни мешка ни сумы а иногда говорит но теперь кто имеет мешок тот возьми его так же и суму а у кого нет продай одежду свою и купи меч ответ Василия Великого сие объясняет сам Господь говоря должно исполниться на мне и сему написанному и к злодеям причтен ибо тот час по исполнению пророчества о ноже говорит Петру все взявшие меч мечом погибнут посему слова но теперь кто имеет мешок тот возьми его суть не повеления а пророчества предрекающего Господа что апостолы забыв Господни дары и закон осмелятся взяться и за меч а что Писание часто повелительный образ речи употребляет вместо пророчественного сие видно из многих мест как например да будут сынови его сыры и дьявол достанет одесну его это из псалмов Давида и тому подобное то есть Василий Великий настаивает на том что когда мы начинаем действовать нарушая волю Бога нас уже трудно остановить и он позволяет нам надо действовать таким образом чтобы мы поняли что мы не можем существовать без него без Бога как я часто вспоминаю слова Авы Сесоя который говорил Бог попускает нам уходить от него впадать в разные грехи преступления но Бог это делает с одной целью чтобы мы поняли что не можем жить без него Иоанн Златоуст предлагает свой комментарий далее для того чтобы они не подумали будто он оставляет их по слабости своей повелевая и им действовать самостоятельно он напоминает им о прошедшем говоря когда я посылал вас без мешка имели ли вы в чем недостаток он хочет уверить их в своей силе и тем что он прежде поддерживал их и тем что ныне не вдруг оставляет о чем это это о том что ни сумы ни мешка им не надо было брать так говорил Господь потому что они были на службе у Господа и давайте вот я такой пример как-то приводил вспомню его вот представьте себе вы на воинской службе вас призвали на воинскую службу вам не надо думать ни о чем как одеваться что кушать где спать это все решают власти армейские у вас есть там форма сапоги портянки вас кормят три раза в день вы на службе вот так же если человек на службе у Бога исполняет какое-то послушание Бог будет о нем заботиться а если солдат оказался дезертиром убежал из армии где-то там прячется по кустам его никто не кормит не заботится о нем спать не укладывают не будет вовремя он предоставлен сам себе многие люди очень хорошо начинали жизнь в Боге и с Богом но плохо все кончили когда расслабились потом и оказались как дезертиры потеряли первую любовь первое непосредственное чувство встречи с Богом общение в таинствах а дезертир кто? он преступник его ловит чтобы посадить в тюрьму время войны могут ее расстрелять поэтому то что Христос им говорит что они могут взять мешок он говорит как бы сарказмом неким да вы можете взять а разве вот когда без мешков ходили Господь о них не заботился конечно заботился поэтому мы должны воспитывать в себе чувство глубокого упования на Бога даже было наказание патриарху Авраам Господь когда его призывает говорит я тебя благословлю всем а когда начался голод Авраам взял и спустился в Египет спустился то есть удалился от высоты святой земли как бы в ад сошел эгипетского мрака и за это Бог наказал его потомков и Бог Авраам это сказал твои потомки будут в Египте рабами пришельцами потому что не было Авраам прямого указания сходить в Египет а когда потом во время голода Исаак захочет сойти в Египет Бог прямо его остановит скажет нет ни в коем случае и мы читаем далее с 37 стиха и ниже ибо сказываю вам это слова Христа что должно исполниться на мне и сему написанному и к злодеям причтен ибо то что о мне приходит к концу вот почему он разрешил взять меч даже призвал их продай одежду купив меч чтобы они выглядели таким отрядом разбойников и исполнилось пророчество и к злодеям причтен меч тогда это неразрешенное оружие по законам оккупационных римских властей человек мог носить с собой маленький нож не длиннее ладони человека должно быть лезвие а если меч это как бы незарегистрированное оружие это немножко скандальная такая как бы ситуация но господь это попускает потому что он хотел преподать урок они сказали господи вот здесь два меча он сказал им довольно то есть теперь в глазах римлян они будут выглядеть как разбойники но есть другое объяснение два меча это символ духовной и светской власти и надо сказать что церковь в некоторых случаях она обладала двумя мечами имеется ввиду что люди руководствовались не какими-то конституциями а именно церковными законами в своей светской жизни и тем более в духовной жизни когда церковь осуществляла свое служение свой апостолат среди людей и выйдя пошел по обыкновению на гору Ильонскую что значит по обыкновению он ходил туда для молитвы за ним последовали и ученики его а в этот день на Ильонской горе собирались все жители окрестных домов которые отпраздновали Пасху и восходили на гору все вместе объединялись в такой единый хор и начинали петь пасхальные псалмы придя же на место сказал им молитесь чтобы не впасть в искушение здесь немножко Лука пропускает некое событие он говорит о том что они по обыкновению пошли на гору Ильонскую за ним последовали и ученики его придя же на место сказал им молитесь чтобы не впасть в искушение вот это уже другое место это не Ильонская гора это уже Гефсиманский сад и сам и сам отошел от них на вержение камня и преклонив колени молился это моление чаши оно происходит не на Ильонской горе а в Гефсиманском саду молился говоря отче о если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо мимо меня впрочем не моя воля но твоя да будет блаженный Иероним пишет дав апостолам повеление чтобы они остались и бодрствовали он прошел немного вперед полниц и просил чтобы если возможно отошла от него чаша страданий о которой мы сказали выше в то же время он положением тела своего показал смирение духа смирение духа ментис и говорил так сказать с ласкою отче мой возможно по-еврейски это звучало элокейну бог мой он настоятельно просит не вследствие боязни страданий продолжает Иероним но из милосердия к народу занимавшему первое место то есть чтобы не от него испить уготованную ему чашу поэтому он многозначительно говорит не пусть пройдет мимо меня чаша а именно чаша это то есть чаша из рук народа иудейского который не может привести в оправдание себя незнания если умертвит меня ибо он имеет законы пророков которые непрестанно предвозвещают обо мне вот очень интересный получается комментарий блаженного Иеронима он говорит он молится понимая какая опасность ждет его палачей собственно говоря еврейский народ прежде всего которые выдадут его римским палачам он от лица Бога и сына Божий утверждает то что от лица человеческого с трепетом отвергал тем не менее не так как я хочу но как ты то есть он смиряется перед волей отца то есть не так пусть будет говорит он как я говорю по человеческому побуждению но пусть будет соответственно тому ради чего я по воле твоей то есть по воле отца сошел с неба на землю мы знаем что когда его отговаривали от того чтобы идти на муку тот же Петр отговаривал Христос сказал ему отойди от меня сатана ты в соблазн мне сын человеческий идет так как о нем написано явился же ему ангел с неба и укреплял его и находясь в барении прилежней молился и был под его как капли крови падающие на землю мы видим что у Христа были все человеческие выделения и под кровавый это известное событие в медицине явление известное в медицине когда крайнее перенапряжение действительно под становится красноватого цвета встав от молитвы он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им что вы спите встаньте и молитесь чтобы не впасть в искушение вот почему ангел укреплял его утешал его в его человечестве потому что апостолы спали они были отягощены сном во время Гефсиманского барения блаженный Иероним пишет невозможно чтобы душа человеческая не подвергалась искушению потому и в молитве Господней мы возглашаем не веди нас во искушение которого мы не можем понести не отрицая совершенное искушение но и спрашивая силы для перенесения искушения таким же образом и в настоящем месте он говорит не бодрствуйте и молитесь чтобы не быть искушаемыми а он говорит чтобы не впасть в искушение то есть чтобы искушение не преодолело не победило и не удержало вас в своих сетях возьмите пример мученик проливающий кровь свою за исповедание Господа правда подвергается искушению но он не опутывается сетями искушения тот кто отрицает искушение подвергается ему и падает под ударами его дух бодр плоджи немощно это говорится против тех безрассудных людей которые воображают что они могут в жизни следовать тому во что веруют таким образом мы насколько пламенной душой твердо веруем настолько же вследствие немощи тела испытываем боязнь но однако как говорит апостол дела плоти помешляются духом то есть на самом деле от искушений нам не избавиться и мы не можем просить Господа чтобы он совсем не посылал нам искушение мы можем просить Господа о том чтобы он нас укрепил когда нам посылаются искушения и в Библии есть текст где сказано что Бог никогда не посылает испытаний сверх наших сил но в самом испытании посылает нам и некое облегчение и мы читаем далее когда он еще говорил это появился народ а впереди его шел один из двенадцати называемый Иуда и он подошел к Иисусу чтобы поцеловать его ибо он такой им дал знак кого я поцелую тот и есть почему так потому что была ночь в Гефсимане много деревьев кустов и разобрать где Христос а где его ученики было сложно и Иуда сказал тем людям которые пришли арестовывать Христа я подойду поближе сам рассмотрю кто Христос и вот кого я поцелую того хватать и Иисус Иисус сказал ему Иуда целованием ли предаешь сына человеческого бывшие же с ним видя к чему идет дело сказали ему Господи не ударить ли нам мечом и один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо другие евангелисты сообщают что это и был Петр тогда Иисус сказал оставьте довольно и коснувшись уха исцелил его Блажен Августин в своем бессмертном труде о согласии евангелистов пишет и пусть не смущает как якобы противоречивое то что говорит Лука а именно что Господь на вопрос учеников не ударит ли мечом отвечал оставьте довольны как будто он хотел этого одного удара и отсеченного уха а большего не желал на самом деле очевидно что Господу не было угодно вообще все то что Петр сделал мечом Петр это символ церковной власти и Господу не угодно когда церковная власть прибегает к методам этого мира там вооружается конечно сейчас такое не происходит но в древности христиане вели разные войны не только католики но и православные и далее Агустин пишет на самом деле очевидно что Господу не было угодно вообще все то что Петр сделал мечом более верно то что на вопрос говоривших Господи не ударит ли нам мечом он тот час отвечал оставьте это то есть пусть не смущает вас что будет далее они должны допустить дело до того чтобы его схватили и чтобы исполнилось то что о нем написано но в промежутке между словами вопрошавших и его ответом Петр нанес удар движимый стремлением защитить Господа однако о том что совершилось одновременно нельзя одновременно сообщить но если возможно другое лучшее понимание то пусть будет так лишь бы только была известна истина евангелистов Златоуст здесь говорит что может быть разное истолкование этого текста и это не должно нас нисколько смущать главное это то что истинный евангелие это свидетельство о Христе Бога Человеке Христе Иисусе почему Христос преобразился незадолго до всех этих событий чтобы показать им что грядет на страдания вольная то есть добровольная и мы читаем далее 52 стих и ниже первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам собравшимся против него сказал Иисус как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями чтобы взять меня каждый день бывал я с вами в храме и вы не поднимали на меня рук но теперь ваше время и власть тьмы действительно Бог иногда попускает силам зла обрести некую устойчивость но Господь как тот же блаженный Августин пишет никогда бы не попустил зла если бы не имел намерения обратить его в добро и к страданиям Христа вот эти слова относятся непосредственно взяв его повели и привели в дом первосвященника Петр же следовал издали когда они развели огонь среди двора и сели вместе сел и Петр между ними то есть теми людьми которые арестовали Христа в темноте они могли не рассмотреть лицо Петра одна служанка увидев его то есть Петра сидящего огня и всмотревшись в него сказала и этот был с ним но он отрекся от него сказав женщине я не знаю его Петр кифа это камень камень исповедания веры церкви здесь этот камень дает трещину но он отрекся от него сказав женщине я не знаю его вскоре потом другой увидев его сказал и ты из них но Петр сказал этому человеку нет прошло сейчас времени еще некто настоятельно говорил точно и этот был с ним ибо он галилеянин но Петр сказал тому человеку не знаю что ты говоришь и тот час когда еще говорил он запел петух а у других евангелистов сказано что Петр начал еще и божиться стал призывать непроизносимое имя Бога в свидетельство что он не знает Христа Иисуса и запел петух тогда Господь обратившись взглянул на Петра то есть это рядом они все находились и Петр вспомнив слово Господа через этот взгляд Христа на него как он сказал ему прежде нежели пропоет петух отречешься от меня трижды и выйди вон горько заплакал и мы имеем два типа раскаяния это раскаяние Петра и раскаяние Иуды раскаяние Петра это благостное раскаяние он заплакал своими слезами омыл свое преступление раскаяние Иуды очень странное сказано Иуда раскаялся пошел и удавился это раскаяние перед самим собою это такое самоедство когда человек корит самого себя и не может выйти из этого порочного круга впадает в уныние это очень суицидальное такое действие опасное для человека поэтому мы всегда должны искать разрешение всех наших проблем в Боге и с Богом через таинство Святой Церкви Григорий Григорий Двоеслов Папа Римский это его беседа восьмая на пророк языке или пишет всемогущий всемогущий саденье саденье многих грехов со слезами приходит к ногам Искупителя нашего. Но кто настроит внутреннее ее расположение, если не тот, кто благосклонно принял совне, кто располагал ее к слезам, духам, сокрушения, если не тот, кто совне принимал ее для прощения, при возлежащих с ним. И так Искупитель наш привлекал в сердце грешной женщины, когда располагал ее к сокрушению о виновности и принимал ее, чтобы освободить от виновности. Получается, что Христос не просто посмотрел на Петра. Этим взглядом Он пробудил совесть Петра и способствовал искренности его раскаяния, потому что Господь не мог не позаботиться о Петре, этом князе апостолов, и укрепив его, уже через него укрепить остальных. И мы читаем окончание этой главы. Значит, Петр, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его прореки, кто ударил тебя, и много иных охулений произносили против него. Страсти Господа Иисуса Христа – это цена избавления нас от греховных наклонностей, и смерть Христа очищает нас от всякого греха. И как настал день, собрались старейшины народа, персвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион, Синедрион или по-еврейски Сангидрин, это высший церковный суд, и сказали, «Ты ли Христос, скажи нам?» Он сказал им, «Если скажу вам, вы не поверите, если же и спрошу вас, не будете отвечать мне, и не отпустите меня, отныне Сын Человеческий воссядет, одесную силы Божьей». И сказали все, «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им, «Вы говорите, что я». Они сказали, «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его?» И так они спрашивают его, «Ты Сын Божий?» «Бней Элогим?» И он отвечает, «Они я». «Они бней Элогим». Своим вопросом они уже как бы обозначили его ответ. Итак, сегодня возлюбленное Господи, братья и сестры, мы занимались чтением 22 главы Евангелия от Луки, и в следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы соберемся в этом же храме и продолжим наши занятия. У нас осталось всего две главы по Евангелию от Луки. Этот учебный год у нас начался, и даст Бог удачно завершиться полным изучением этого Евангелия. Евангелия от Луки. Даст Бог удача. Спасибо, автор «Везумие»! Продолжение следует...